Большинство жителей Европы будет спасаться от религиозных фанатиков в России и просить эту большую страну о помощи, пишет чешский журналист Владислав Кашука. Лучше Сибирь или Сахалин, чем падение западной цивилизации, которого можно и не пережить, вторит ему польский политический обозреватель. По данным Федеральной миграционной службы, в России на апрель 2016 года проживает 111 448 взрослых немцев. Еще 400 семей мечтают перебраться из Германии в Крым. Из благополучной Европы люди бегут в дремучую Россию. Причем не маргиналы и любители экзотики, а интеллигенция, не чувствующая себя защищенная в ЕС. Я являюсь выпускницей университета Мастрихта Голландии, факультет международного права. На данный момент в Европе ситуация после последних происшествий складывается не совсем гладко. И я больше... Слово безопасность для меня не связывается со словом Европа. Нет ощущения как бы сохранности. Я работаю здесь в Томске уже, в Томском государственном университете уже полгода. И, честно говоря, чувствую себя очень комфортно, уверенно и могу с уверенностью сказать безопасно. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Достаточно окунуться в повседневную жизнь европейцев. Кале – прибрежный город в северной части Франции, где раньше мирно жили 70 тысяч человек. Через Кале ездят грузовики в Англию, которую многие мигранты предпочитают другим европейским странам. Рядом нелегалы построили городок, где, по некоторым данным, жили до 6 тысяч человек. Местные называли его красноречиво – джунгли. Там мигранты ожидали возможности забраться в грузовик, направляющийся в Англию. Чтобы остановить транспорт, мигранты кидали на автостраду кирпичи, пытались с помощью машин спровоцировать ДТП и пробки, а потом залезть в остановившуюся машину. И это не говоря уже о беспорядках в самом Кале, жители которого жили на пороховой бочке. Когда же было принято решение снести джунгли, прибывших рабочих встретили градом камней и пожарами. И это далеко не единственный пример. Наиболее трезво на угрозу национальной безопасности смотрит Франция, что неудивительно. Но даже тут по центральным каналам крутят последний писк политкорректности – агитационные ролики в защиту милых, добрых и категорически несчастных умеренных мусульман, которых дико и жестоко притесняют, унижают и почти физически уничтожают вовсе не их радикальные собратья, а радикальные европейцы с бритыми затылками. И это совсем не от незнания того, что происходит на самом деле. Еще после серии терактов в Париже стало очевидно, что в европейских странах действует разветвленное террористическое подполье. В полицейских базах есть информация по большинству потенциальных террористов. Associated Press сообщает, что около 400 боевиков ИГИЛ были подготовлены для проведения атак в Европе. Они прошли обучение в лагерях Ирака и Сирии, в частности, взрывному делу. И их никто не ищет. Даже в тех случаях, когда понятно, где они могут скрываться. Как это было с боевиками из Маленбека, где исламский радикализм процветал при прямой поддержке местных властей. Подробнее об этом мы расскажем в одном из специальных расследований. Европа столкнулась с тяжелыми испытаниями. И, может быть, в Сибири вы чувствуете себя безопаснее, чем, скажем, в Париже либо в Брюсселе. Потому что свобода перемещения, шенгенская зона и многие другие вещи, связанные со свободами сегодняшнего дня, они террористами, к сожалению, эффективно используются. И противостоять этому, оставаясь в рамках действующего законодательства, достаточно сложно. Россия в шенгенскую зону не входит. Думаю, что вы по праву можете сказать о чувстве безопасности больше, чем в Европе, находясь сегодня в Сибири, в Томске. В Брюсселе же в результате 13 антитеррористических рейдов по горячим следам было задержано 9 подозреваемых. Четверых из них освободили сразу же, еще одного спустя день. А на последних модных европейских показах такие крупные бренды, как Dolce & Gabbana, H&M, Uniqlo уже продемонстрировали свои весенне-летние коллекции, лейтмотивом которых стали хиджаб и паранжа из благородных тканей. Продолжение следует...